Снова приветствую на канале всех любителей японского денима. На обзоре у нас сегодня джинсы, а ремень для джинсов от такой японской компании, как Sugarcane. Но Sugarcane, наверняка многие знают, что этот бренд занимается классическим рэпро, и частью коллекции является такой вот замечательный ремень. У меня этот ремень был раньше в разных цветах, но сейчас у меня другой размер, и, соответственно, я ремешок беру поменьше, а старый я продал. Мне нравится ремень вот в такой вот в коже растительного дубления, который темнеет. Вот первоначально он имел вот такой цвет, вот смотрите, а сейчас он потемнел у меня уже. По размерам сразу скажу, вот у меня размер 34, соответственно, он подходит где-то на 32-31 размер. Соответственно, там 36 размер подойдет, ну, примерно на 34, 38, на 36. Ну, вот логика такая вот достаточно простая. Сам этот ремень у Sugarcane имеет классическую ширину 38 миллиметров. Вот, кожа, ну, достаточной толщины примерно 4-5 миллиметра. 4 миллиметра, скорее всего, на мой взгляд. Вот. Попадается кожа достаточно разная на этом ремне. У меня вот она такая более мягкая, бывает более жесткая кожа. А вот для сравнения, вот тут у меня просто оказался не мой ремень, а чужой. Вот здесь пожестче кожа, вот, наверное, в черном варианте. Ну, конкретно вот в этом. Но, учитывайте сразу, что Sugarcane не является таким специфическим производителем кожаных аксессуаров и селекцией кож выбором. Они могут не заниматься. Они его заказывают, скорее всего, у какой-то компании, которая делает из того материала, который есть. Если хотите совсем заморочиться ремнями, это, скорее всего, смотреть в сторону Vintage Works. Вот, делал я видео, вот, можете по ссылочке сойти. Вот, сама кожа мягкая. Вот. Она темнеет. Здесь она сзади немножко потемнела, потому что у меня тут иногда футболка окрашена, индиго надевается. Здесь рюкзак ее придавливает. Под конец кожи станет тут практически коричневой. Такая, достаточно живой, такой красивый цвет. По поводу некоторых. Катрею. Ну, вот, ребята некоторые на часовом форуме этим заморачиваются. Такое явление, как Лус Грейм, вот такие вот морщины на коже. Кто-то считает, прям, это дефектом жутким. Ну, я разговаривал с людьми, которые кожей занимаются. Лус Грейм, вот такой вот, мягкая такой вот, морщинистая часть. Она, на самом деле, не только, ну, вот говорят, якобы это от брюха взято. Может, на самом деле, и на спине быть. У меня, например, есть ремень, где кожа от спины, ну, там все равно Лус Грейм происходит. Более того, некоторые производители умышленно это практикуют. Такой вот морщинистая. Они специально делают, используют кожу с Лус Греймом. Поэтому, блин, говорить, что это прям вообще невозможно, если увидел морщину, все в шоке человек. Ну, это какие-то турбо-перфекционисты, которых можно, в мнении, не сильно-то и воспринимать. Мне, например, нравится, меня это все устраивает. Вот. Ремень достаточно базовый, хороший, обработан хорошо, фаски наложены. Вот у меня до этого был американский ремень. Ну, реально, коряво сделан. Кого-то там, не знаю, хвоздем все проткнуто, блин, и так вслепую все вырезано. Здесь все гораздо чище, аккуратно. Но вот за свою цену, в районе 100 долларов, ремень достаточно хороший. Мне еще что нравится, что он прошитый. Вот, честно, заклепка мне меньше нравится ремень, хотя это дело вкуса. Вот он прошит. Все хорошо, ношу его с большим удовольствием. Как всегда, прикладываю к видео текстовый обзор. Можете посмотреть. Все там есть. Постараюсь изложить все более подробно. Касательно заказов. Кто не умеет заказывать сам, ну, вот публикую я почту. Можете обратиться. Если я смогу, я вам могу помочь заказом. Если нет, ну, значит, нет. Желательно от вас иметь какую-то определенность с размерами. Потому что, ну, у меня не всегда есть такая возможность, чтобы вместо вас усилием мысли определить за вас размер тот, который нужен именно вам. Это практически, это все-таки решать над вам. Вот. Так что, если нужно, обращайтесь. Вот. Ремень отличный. Ношу его с джинсами. Как всегда, носите хорошие джинсы, носите хорошие вещи. Будут по мере возможности радовать вас обзорами снова. Продолжение следует.